Я приветствую всех зрителей, которые меня ждут на перископе. Я так редко выхожу на связь, потому что, ну, к сожалению, возможности нет. Вот сейчас буквально можно сказать спасибо пациенту, который не пришел на прием. Благодаря этому я имею возможность повещать в перископе. Здравствуйте, спасибо большое вам всем. Здравствуйте, спасибо за ваши сердечки, спасибо за ваше внимание. Значит, для затравочки, добрый день. Пишите ваши вопросы, я сейчас по мере, так сказать, трансляции буду на них отвечать. Для затравочки хочу затронуть тему вируса папиллома человека 16 и 18 типа. Значит, внимание, вирус папиллома человека есть у всех людей, практически все человечество, разные называют цифры от 80 до 90% инфицированы этим вирусом. Все штаммы вируса 1, 2, 3, 3, 6, 10, 7, 10 – это веточки одного дерева. То есть все штаммы вируса, которые существуют в природе, они между собой родня. Опасные штаммы вируса папиллома человека 16 типа. Вот сейчас рассказываем, что делать, если нашли 16 и 18. Опасные только 6 и 11, 16 и 18. 6 и 11 вызывают новообразование на коже. 16 и 18 вызывают изменения шейки матки. Если вот у вас нашли шейку матки, эрозии есть, вас пугают, заянная СНВПЧ нашли 39 и 45, а не 16 и 18, значит, у вас носительство вот этим безопасным вирусом папиллома человека, но не в 16 и 18. Лечить его или не лечить – это уже вопрос номер 2. Зависит от ваших жалоб, от клинической картины, от того, какая у вас там, в каком состоянии шейка, есть эрозии, нет эрозии, что там пишут на цитологии и так далее. Чаще всего это иммуномодуляция и наблюдение 1 раз в 6 месяцев. А вот если у вас нашли 16 и 18 тип, то здесь, кроме ВПЧ, что вызывает рак шейки матки? Кроме ВПЧ, рак шейки матки еще вызывает вирусная ассоциация. Допустим, ВПЧ плюс цитомигаловирус, плюс герпес, еще плюс и плюс хламидии, то это риск развития бесплодия и рак шейки матки очень высок. Так вот, ВПЧ 16 и 18 тип. Вот у вас нашли 16 и 18 тип. Две ситуации. Шейка матки чистая, но не к чему придраться, мазок идеальный. Цитология показывает без изменений, а 16 и 18 тип у вас обнаруживается. Значит, вы относитесь к тому редкому кругу людей, у которых ВПЧ пока, вот ключевое слово, ребят, пока не проявляется. Если у вас он не проявляется, то ваша задача один раз в 3 месяца посещать гинеколога для визуального осмотра на кресле и для цитологии. То есть сегодня не проявляется, а через 3 месяца изменения уже могут быть вовсю. Но, как говорят доктора, скажите, ранее перенесенные ЗПП могут мешать зачатию? Сейчас скажу, да, могут. Вот, но если у вас изменения на шейке матки уже есть, то лечить их нужно обязательно, потому что вообще, в принципе, элозия способствует осеменению другими инфекциями, и дисплазии и рак шейки матки 100% связано с вирусом попелом человека 16-18 типа. То есть можно так сказать, что ВПЧ 16-18 не обязательно приведет к раку шейки матки. Так, где брать силы и вдохновение, если нет желания жить постоянной апатии? Напишите, сколько вам лет и что-нибудь о себе. Значит, еще раз повторяю, вирус попелом человека 16-18 типа не обязательно приведет к раку шейки матки. Не обязательно. Это зависит от вашего иммунитета, от того, в каком состоянии вы содержите свое здоровье. В конце концов, это воля Божья. Но вот если у вас нашли дисплазию, конечно, ВПЧ полным путем передается. Как же он еще передается? Ну вот если у вас нашли дисплазию шейки матки и рак шейки матки, да, то мазок ВПЧ показывает наличие ВПЧ на 100%. Да, ответ да. Так вот, если у вас нашли уже дисплазию, рак шейки матки, то связь ВПЧ 16-18, безусловно, это о чем говорит? Это говорит о том, что 0,1% женщин инфицированных ВПЧ обязательно получат рак шейки матки. Вот в этом плане мы должны опасаться. Так, надеюсь, что с ВПЧ все понятно. Насторожность должна быть полная. Мы в ВПЧ боимся. Мы, так сказать, на самотек свое здоровье не пускаем. И такой там был вопрос, где брать силы и вдохновение, если каждый день меня мучает апатия. Значит, пункт первый. Высекать адреналин из себя любыми способами. Самый лучший способ – это добавить спорт. Спорт – это не только повышение стрессоустойчивости, но еще и, если при повторном нет, через полгода повторите анализ. Спорт – это не только повышение стрессоустойчивости, но это еще и аккумуляция ваших жизненных сил. Вы их в спортзале тратите за тем, чтобы потом расходовать в жизни. Это пункт первый – спорт. Пункт второй – творчество. Значит, посмотрите, чем вы занимаетесь в жизни и чем вы хотели заниматься. Слечите то, что вы имеете, с тем, что вы бы хотели иметь, с чего все начиналось. Вы поступали в институт или в какой-то учебный, какими видами спорта заниматься при беременности. А растяжка и плавание – все. Если вы изначально поступали в институт, чтобы быть тем-то, а работаете не этим, а другим, или совершенно разочаровались в своей профессии, хотели бы заниматься другим, меняйте свою жизнь, меняйте. Неудовлетворенность в своей жизни, отсутствие самореализации, нереализованность – это риск и источник для развития любых хронических заболеваний, какие только существуют в природе. И если ваша апатия является, так сказать, вершиной айсберга вашей нереализованности, то вам нужно ликвидировать эту нереализованность любой ценой. Если вы хотели рисовать, а вместо этого вы меньше по персоналу, то в таком случае вы занимаетесь не тем, чем хотели бы. Но есть один такой момент – не переусердствуйте. Попробуйте начать с того, что вы бы хотели рисовать, рисуйте, кто вам мешает. Идите на курсы для взрослых людей, посмотрите на ютубе уроки, приобретите самоучителя, купите, в конце концов, кисточки акварельной краски, рисуйте просто так, никому не показывайте, это же не обязательно, да? Попробуйте сначала это использовать в качестве хобби, потому что если вы работаете менеджером, это приносит вам деньги, а если вы сразу начнете рисовать, вы просто умрете с голоду. Так, значит, вы после родов обнаружили в ЭПЧ, эрозия после хламидии папиллом вируса как бороз. Эрозию прижигать, воспаление лечить. Если после родов обнаружили инфекции, все лечить, все абсолютно лечим, ничего не оставляем на потом. 30 лет, не поздно начинать реализовывать себя в карьерном плане. Никогда не поздно начинать. Скажите, если раньше было с ЭППП, сейчас все вылечено, о беременности нет. Муж должен сдать спермограмму, вы должны обследовать проходимость труб, вы должны убедиться в наличии или отсутствии овуляции, сдать кровь на гормоны. Зайдите на мой сайт, там есть такая статья о подготовке к беременности, там указан перечень, анализы, которые необходимо сдать жене и мужу при подготовке к беременности. Сайт звучит как www.drmakarov.ru по поводу карьерного роста. Так, внимание, фильм, вы в Москве принимаете, да, Москва, цветной бульвар, на моем сайте www.drmakarov.ru указан адрес. Значит, фильм «Москва все за мне верит», 40 лет все только начинается, я в этом глубоко искренне убеждена. 30 лет, пожалуйста, если вы рожали детей, если вы занимались устройством вашей семьи и просто не имели возможности начать карьеру, начинайте сейчас. День добрый. К сожалению, я свою трансляцию заканчиваю, конечно, добрый день, доброе время суток. У нас сейчас в Москве 14 часов 10 минут. Правда ли эрозия вылечивается сама в некоторых случаях? Ладно, ребят, давайте, это будет последний вопрос на сегодня. Эрозия шейки матки – это такое, я вас люблю, да я вас тоже люблю, обожаю, вы мои лапочки. Так вот, эрозия шейки матки – это такой загадочный предмет. Спасибо за ваши комплименты. Загадочный такой предмет, который не обязательно связан с ВПЧ, он может быть связан с воспалением, с другими инфекциями. Спасибо, буду стараться при первой же удобной возможности. Эрозия шейки матки может носить инфекционно-воспалительную природу, инфекционно-алергоиммунологическую, наследственную, может быть, связана с началом половой жизни, травматическая такая природа. Очень много факторов. Поэтому иногда эрозия шейки матки проходит как бы без специфического лечения. Но это вам докажет, что без лечения на самом деле, скорее всего, медсестрой работ дает ваша девушка. Очень приятно, тоже носит белый халат. Вот, так что эрозия, если она была ассоциирована, допустим, с воспалением, а сейчас воспаление в силу баланса вашего иммунитета прошло, или вы там какие-то свечи вводили от воспаления, и воспаление ликвидировали заодно, эрозия эпитализировалась, значит, ваша эрозия была связана с инфекционной природой, и, в общем-то, вашего лечения было достаточно. Добрый день, добрый день, мои дорогие подписчики. Спасибо вам большое за ваши отзывы. Эта трансляция будет доступна сутки. Я постараюсь, чтобы она была выложена на канале. Ждите меня. По срокам я вам скажу, что, возможно, это случится в первой половине дня в понедельник. Давайте возьмем интервал с 12 до 2 и в это же время в пятницу. Сейчас, пока. Продолжение следует...